Приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о зеленых операциях на наших овощных градках, в теплицах и также в саду. Почему эта тема очень интересна и очень важна. Общаясь с вами, я заметил, что многие как бы недопонимают важность этих работ. Почему? Интернет пестрит сообщениями, что вот, мол, если помидоры просто посадить и пустить по земле, и чтобы они плелись, урожайность значительно возрастет. За одного куста можно собрать 12-15 килограмм помидор. Ну, многие так делают. Но никто не задался вопросом, никто не задумался. 12-15 килограмм, цифра реальная, получить, конечно, можно. Но вот сколько надо химии убухать для того, чтобы предохранить эти помидоры от фитофторы. Или взвесить и посмотрите, сколько вы соберете до пришествия фитофторы и сколько вы соберете фитофторных плодов. То есть труд и время будут потрашены из рам. Поэтому не пренебрегаем зелеными операциями. Во-первых, зеленые операции что нам дадут? Что мы уменьшим количество плодов на растении. Мы уменьшим количество. Но питание, что корни будут снабжать много плодов, пойдет к меньшему количеству плодов. Соответственно, наши плоды станут гораздо крупнее и созреют гораздо раньше. Где-то на 2-2,5 недели раньше, чем непосынкованные помидоры. Что нам дает? Наш климат белорусский, все-таки, у нас не юга. У нас осень, уже в сентябре начинается осень. Поэтому надо той поры, надо по максимуму собрать урожай. Смотрите, ну, начнем по прадочку. Потому что общаясь с вами, заметят некоторые нюансы. На что я хочу обратить внимание. Ну, во-первых, какие бы у вас хорошие листья, красивые не были, мы уже нижние листья, видите, вот 1, 2, 3 листика, мы уже удалили. Значит, ну, на производстве это делают руками, просто ломают это самое. А на наших условиях лучше взять садовые ножницы или секатор. Почему? Потому что ровные раны, они заживают гораздо легче и быстрее, чем рваные. Надеюсь, вам это понятно. Далее. Поэтому, вот видите, у нас уже практически до первой кисти нет, уже нет листьев. Далее. Задают вопрос мне часто, Пётр Николаевич, а вот как это самое понять, что в один стебель, два стебля помидора формируются? А все очень просто. Видите, нижняя часть у нас уже вся пустая. Вот. Вот идет кисть, идет вверх, и вот, видите, пасыночек. Уже пошел пасыночек. Этот пасынок мы будем оставлять. Вот уже растение у нас имеет два стебля. Есть, и мы оставим пасыночек вот еще в одном стволе. Вот больше не надо. У нас практически он есть. Тут мы выломаем маленький. Этот большой оставим. Вот у нас будет растение у три стебля. Больше, чем три стебля, формировать нет смысла. Почему? Потому что здесь будет как бы у нас пустота, вентиляция хорошая, а здесь мы создадим густо. Очень большая густота будет. Раз большая густота, у нас вентиляция гораздо хуже. И хуже проветривание будет, и больше риск появления болезней, фитофторы. Поэтому не гоните северу. Меньше плодов, они будут гораздо крупнее и раньше созреют. Вот смысл этой операции по помидорах. И поняли, как делается два стебля, и как делается три стебля. Я просто разверну, чтобы вы посмотрели. Вот третий пасынок, это будет третий стебель. Но мы его скорее всего удали. Хватит нам, чтобы все питание, чтобы к этим плодам. Дальше такой очень интересный вопрос. Но это по помидорах, я думаю, вам понятно. Вы поняли, в один стебель два стебля. А сейчас мы посмотрим на огурцах. Что мы делаем на огурцах, и какие ошибки мы там совершаем. Потому что огурцы, когда мы подвязываем, если они ползут по земле, нам ничего нормировать не надо. Природа заложена, растение ползет, где-то оно укореняется, это стебли, и оно растет. А вот стеблица, что надо делать? Давайте мы пройдем в стеблицу с огурцами, и посмотрим, что же делать с огурцами. Какие зеленые операции надо с огурцами провести. Для того, чтобы и не допустить болезней, и получить хороший урожай. И вот сейчас мы с вами переместились в стеблицу с огурцами. Перед нами огуречное растение, которое подвязное. Как я уже заметил, в открытом грунте это делать не обязательно, если у вас огурцы просто плети расположены на земле. А вот стеблица это делать обязательно. Вот смотрите, что необходимо сделать, в чем мы недорабатываем. Вот если посмотрим, чтобы было более понятно, мы начнем, наоборот, не снизу вверх, а сверху вниз. Вот смотрите, вырастает, у нас идет основная огуречная плеть. На основной огуречной плети у нас есть пасыночек. Так вот, для того, чтобы не было заушечения, и для того, чтобы у нас основной урожай формировался на главной плети, а как правило, на главной плети формируется где-то 78% урожая, я только оставлю еще на боковых пасыночек, значит, вот этот пасыночек, видите, у нас же есть цветочек, мы где-то сантиметр, один сантиметр, два сантиметра выше просто удаляем, прищипнули. Следующий пасыночек опять. Мы оставляем первую завязь, прищипнули. Ну и так вот начинаем идти вниз. Идем вниз, смотрим, вот у нас опять пасыночек, опять, опять удаляем. Вот идем, 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 идем. И что мы видим в самом низу? В самом низу мы видим лес. Мы видим лес, значит, что необходимо сделать? Самые нижние пасыночки у нас, что, в чем, ну, опасность нижних пасыночков, таких, которые находятся в самом низу. Ну, во-первых, эти пасыночки контактируют с землей. В теплицах температура меняется резко. Тепло-холод, в общем, они быстро меняются. Значит, эти вот пасыночки, которые находятся возле земли, что они будут делать? Правильно, они будут накаплять инфекцию. Инфекция с почвы будет подниматься на эти пасынки, и, соответственно, потом по стеблю она будет пролетать дальше на наши растения. Поэтому эти самые нижние пасынки, как бы они нам не нравились, как бы нам ничего, мы удаляем до основания. Вот. Несмотря на то, что на них есть завязи, есть огурчики, мы удаляем эти пасыночки. Вот видите, как наш огурчик сразу покрасивил, сколько появилось. Вот. Ну, и вот дальше листья, которые также идут до земли, мы также стараемся удалить. Вот в таком виде оно должно расти. Значит, запоминайте, для того, чтобы иметь, ну, вы могли подвязывать растение, и для того, чтобы оно хорошо вентилировалось, давало хороший урожай, мы единственное, оставляем только один плодик. На каждой боковой веточке на этой завязи, на каждой паске оставляем только один плодик. И срезаем. Вот. Сделали, видите, вот сразу видно. На все питание сейчас пойдет не на пасынки, которые находились ниже, и забирали на просто питание, а пойдет эти огурчики. И они станут расти у нас не по дням, можно сказать, а по часам. Так что, ведь это несложно делается. Сделайте так, и вы будете довольны результатом. А сейчас мы с вами переместимся в плодовый сад. Что в плодовом саду? Мы, конечно, вот сейчас разберемся, что необходимо сделать, чтобы плодовое дерево не тратило напрасно силы. Ну, давайте, в первых, начнем с самой интересной вещью, которую, как бы, не все наши дашники делают. А что делают? Все вы знаете, что черешня, абрикос, это высокоростные деревья. И они высоту стягают, будь здоровы. Так вот, высоту их можно уменьшить. И очень простым способом. Значит, вот сейчас я держу веточку. Это вот веточка, которая перед вами. Значит, в конец этой веточки был навязан грузик. Был навязан грузик, и веточка с вертикального положения, как она смотрелась вверх, вот видно, она смотрела вот туда, а за счет грузика она ушла в горизонтальное положение. И что это дало? Во-первых, смотрите, дерево стало низкоростным. Черешня, значит, у нас, если бы она росла в свободной форме, она уже занимала бы, как минимум, где-то 4 метра в высоту уже было бы. Наше растение пока не превышает, где-то 2,20. Ну, работу будут продолжать, поэтому выше 2,5 метра оно не вырастет. Вдобавок, что дало? Опять же, ветки перешли в горизонтальное положение, но они, посмотрите, они все стали усыпаны плодами. То есть, очень хорошее плодоношение. Практически не прилагая каких-то больших усилий, не применяя каких-то ростовых веществ тормозящих рост. Мне вот за счет того, что была ветка вертикально отогнута под углом, ну, вот если раз так, на 90 градусов, было отогнуто вниз даже, может, и на 100 градусов, конец ветки выходил, она стала очень хорошо плодить. Картина, конечно, перед вами. Это впечатляет. Поэтому дерево вступает, все плодовые деревья, все же черешни, абрикосы, если ветки перешли в горизонтальное положение, они раньше начнут плодить, станут ниже ростом, и вы легче будете добираться. И вот эту работу, почему я акцентирую внимание, делать именно надо сейчас. Пока ветки находятся в состоянии активного роста, и они гибкие, уже позже, где-то уже в 2-й половине июля, сделает труднее. А в августе уже нереально. Если в августе мы станем подгибать наше дерево, значит, мы можем просто-напросто отломать эту ветку. Поэтому аккуратненько, потихонечку ветку фиксируем, значит, ее можно повесить в грузик, можно где-то убить колышек, взять шпагатом ее привязать, зафиксировать в таком положении, потому что так больше других способов нет. Ну, если иногда бывают такие ветки, где острые углы, можно сделать распорку. Ну, распорка, это как бы она не очень практична. Почему распорка не очень практична? Она может вывалиться. А так распоркой тоже можно сделать, изменить наклон ветки. Вот эту работу тоже сделайте сейчас. И вы, соответственно, будете иметь более низкие деревья и с более ранним и обильным плодоношением. Сейчас мы подойдем к другим плодовым деревьям, покажем. На них растут волчки. И вот многие наши садоводы и дашники что потом делают? Весной вооружаются ножовкой и начинают спиливать. Но не забывайте, что любая спиленная часть, это растение росло, и в этой части растение откладывало питательные вещества. Если мы спиливаем, значит, эти питательные вещества у нас пошли не на пользу, они вместе с веткой упали на землю. Значит, мы объедняем дерево. А чтобы не было этих волчков, чтобы было меньше работы, давайте мы сейчас пройдем к другому дереву и посмотрим, что необходимо сделать. Ну, сейчас мы стоим возле другого плодового дерева. Смотрите, на стволе появились волчки. Вот эти волчки, соответственно, они нам не нужны, они весной будут удалены. Поэтому не надо ждать, чтобы растение напрасно расходовало свои силы. Мы их удалим сейчас. Второе. Смотрите, у растения пошла корневая порость. Что обычно делают наши начинающие садоводы и дашники? Что они делают? Они просто берут себе катертик и срезают просто на уровне земли эту порость. А вот это не совсем правильно. Если у нас пошла корневая порость, и вы видите, что на плодовом дереве такая корневая порость, значит, нам необходимо, что сделать с этой корневой поростью? Надо откопать. Откопать до того места, где она отходит от ствола. И только там, где она отходит от ствола, ее надо удалить. Если мы просто ее срежем, на следующий год, значит, у нас с каждой этой веточки если сейчас у нас было 3 веточки, у нас же пойдет 10-12 веточек. То есть пойдет более густая корневая порость. Вот это основная ошибка. Что вроде бы порость удалили, но удалили порость некачественно, и мы получаем пучок новых веток. А вот эти ветки, которые будут находиться внизу, корневая порость, заметьте, что подняться питательная шеставра на высоту дерева, надо сила. А тут гораздо меньше усилия. Поэтому, конечно, все питание пойдет не в дерево, а пойдет в корневую порость. И она будет буйствовать. И, соответственно, снижать силу нашего плодового дерева. Так что сейчас же, я говорю, там мы откопаем, мы удалим. А здесь мы просто-напросто пройдем с секатором. Еще одна операция, которую тоже необходимо сделать в эту же пору, называется, она, конечно, по-научному, очень это самое, как бы сложновато, пеницировка, побега. А что более просто? У нас более просто, что уже сейчас мы можем запрограммировать вот эти разрушившие ветки, чтобы они росли в нужном нам направлении. Что для этого необходимо сделать? Мы берем веточку, и вот нам она не надо, чтобы росла в эту сторону. Росла в стороны. Вот и уберем, удаляем. Удалили кусочек, все, она уже у нас сюда уперот не будет расти. Вот. Значит, эту работу, некоторые, ну, написано 2-3 листика, мы удалили гораздо больше, никого не слушайте, что 2-3 листика должны удалить. Удаляйте столько, сколько вам надо. Значит, дальше ветка не будет расти, все питание пойдет уже в боковые веточки, которые мы оставили, вот, и, соответственно, на них будут закладываться плоды. И вот не придется нам весной брать секатор и просто бесцельно уничтожать эту ветку. Вот эту работу, которая называется пеницировкой, сделайте обязательно. Вы посмотрели зеленые операции, которые мы сделали на помидорах, на огурцах, на плодовых деревьях. Вот, все эти приемы помогают получить более ранний и более обильный урожай. Труд ваш вознаградится, и вам будет меньше работы на своем участке, меньше работы, ну, бороться с болезнями, с вредителями, и, соответственно, меньше бегать с секатором и ножовкой. Если у вас есть какие-то другие вопросы, значит, я думаю, что среди вас есть какой-то издатель, смотрят которые наши ролики. Вот, у меня здесь есть 120 сюжетов на самые различные темы, сада, огорода, борьбы с болезнями и вредителями. Возможно, кому-то понадобится печатный вариант, то есть старый, старый, добрый, бумажный вариант. Если найдутся, пожалуйста, после эфира, вы обращайтесь на наш канал, мы дадим контактные телефоны, ну, а вы представляете отклики. Хотели бы ли увидеть то, что мы рассказываем в бумажном варианте. А пока хороших урожаев. До свидания. До новых встреч.